Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На Острове Любви две участницы номинированы в служанке. Это Аня Гаврилюк и Маша Ильина. Об этом говорит черная метка на плече у девушек. Как вы помните, Ника Шукурова и Елисей Полищук объявили себя парой. Не прошло и несколько дней, как он уже бросил Нику. Елисей пишет, разошелся с Никой, прям полегчало. А незадолго до того, как бросить девушку, он опубликовал этот снимок и подписал его. Знаете, почему у меня такое лицо? Ника не хочет делать минет. Ваня Барзиков опубликовал фотографию со свидания. Его сделал новенький участник Дима, маме Тата Абрамсон, Марине Тристановне. Скорее всего, это просто шутка. Ирина Донцова рассказала, что Ваня Барзиков и Ира Пинчук помирились. «Они радуют нас своим общением», написала женщина. «Нет слов, как приятно смотреть на воссоединение пары». Пинчук же отрицает эту информацию. Они не помирились, а просто договорились нормально общаться без оскорблений. В сети ходят слухи, что Саша Харитонова не оправдала надежд режиссера Астрахана. Как вы помните, Харитонова специально для съемок ездила в столицу Белоруссии. И вот в начале этого месяца в Минске прошел предпремьерный показ фильма «Любовь без правил», где она и должна была сыграть. И по слухам, Харитонову заменили на другую актрису. Ее пробная роль так и не удалась. Марина Африкантова нарисовала новую картину с домами Чуева в Нарафа-Минске. Ее подписчикам новая картина понравилась больше, чем недавно проданная. Влад Кадони делает комплименты Ольге Бузовой. Ну согласитесь, шикарная же девушка. Изменила цвет волос, окажется, что совсем новый человек. На декабрьской обложке журнала «Дом-2» мы сможем увидеть Марину Мексико. Также она дала откровенное интервью о жизни до проекта. «Я та, которой скрывать нечего», написала Мексико в своем микроблоге. И вы в этом убедитесь, прочитав мое огромное интервью. Скоро Мексика появится на острове любви. Глеб Жемчугов пишет. «Завтра к нам на остров приедет моя любимая сестренка, моя Нига-систер. Необъятно позитивная и нереально крутая красотка. Девочка, ты королева этого острова, ждем. Надеюсь, ты круто замутишь с моим другом Кузнецовым». Ольга Жемчукова показала зрителям свою квартиру, выигранную в конкурсе. «Дом очень крутой, как снаружи, так и внутри», – пишет Ольга. «Уже все практически сделано, остались лишь небольшие отделочные работы. Все идет по плану, и в декабре у меня уже будут ключи от квартиры. В отделке я выбрала стиль «Прованс» и нисколько не пожалела. Все смотрится очень шикарно». Кристина Дерябина опубликовала в соцсети снимки со своего дня рождения. На своем празднике она собрала подругу Элу Суханову, Олю Жемчугову, свою сестру Инну. Дерябина была в длинном блестящем платье и в короне на голове. Правда, большинству своих подписчиков она не понравилась. Как вы помните, новая песня Ольги Бузовой пользуется большой популярностью. Бузова говорит, что она вложила душу в песню и писала ее от всего сердца. Но появилась информация в сети, что Ольга к песне не имеет никакого отношения. Она ее просто-напросто купила, как это и делают многие певцы. Написали эту песню авторы из Киева и купила ее Бузова еще тогда, когда у нее с супругом Димой Тарасовым было все хорошо. Теперь же, когда она почувствовала интерес зрителей к своей персоне, то решила под шумок раскрутить трек. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.